К созданию этого проекта послужило желание моих знакомых, друзей тоже попробовать себя в роли художника. Вы можете отдохнуть, отдохнуть душой, отдохнуть мозгом, переключиться полностью, отключиться от привычной жизни. У вас уже будет настолько отдохнувшая душа, настолько будет отдохнувшее сознание, настолько вы по-новому взглянете на то, что до этого вас, возможно, тяготило, что вот это драйвовое состояние, оно передастся даже окружающим. В жизни всегда находить позитив. И я в этом плане человеку помогаю раскрыться настолько, чтобы он почувствовал себя именно так, как, в принципе, можно сказать, ощущает себя человек в детстве, когда ему краски яркие, когда ему небо ярко-голубое. Как вот замечено, что, допустим, с годами у человека даже цветовое восприятие меняется. Он говорит, в детстве трава была зеленее, небо было голубее, там было веселее, было проще. Это такое восприятие человека было. И в этом плане человек может именно войти с помощью интуитивной живописи, он может опять вернуть себе вот это же состояние. И по-новому взглянув на жизнь, вы вспомните себя просто даже в детстве. И вы сможете понести этот позитив и радость в свою жизнь внести ее, в жизнь своих близких и в работу. То есть уже совершенно другой взгляд. Когда человек начинает рисовать кистью, пальцами, когда он пачкается в краске, ты уже не тот какой ты обычно, ты уже другой. Ты можешь вообще творить, и твоя жизнь уже новая, она уже не та, какая была прежде. Меняешь сознание свое, то есть меняется сознание на физическом уровне. Вот те, кто рисовал, люди, если раньше, в принципе, мои занятия рассчитаны не только на людей, которые умели как-то рисовать. Это можно совершенно с нуля начать. В детстве рисуют все, все абсолютно практически. Дети дают карандаши детского садика, рисуют все способности, все. Куда они потом деваются. Всегда нужно какие-то ставить он себе цели, начинает их достигать, там где-то он обламывается, у него не получается. И вот эта творческая жизнь, она угасает. Это совершенно новый вид хобби. Это совершенно новый вид деятельности, который, допустим, если вы раньше не пробовали, так можно попробовать. Нет причины отказываться от этого. Можно попробовать. И нужно даже это, потому что вы почувствуете такую полноту вот этой жизни, вот от того, что у вас совершенно меняется взгляд, и вы даже цвета будете ощущать по-другому. Что-то где-то часто даже красивые пейзажи, они теряют свою красоту и привлекательность от того, что видишь каждый день. И вдруг у тебя переключается сознание, и ты уже по-другому смотришь на свою жизнь. Часто человек делает мечтой всей жизни то, что можно сделать буквально за одно занятие. Ты пришел, ты создал свою картину, ты увидел, что ты можешь, и ты совершенно по-новому уже входишь. Опять возвращаешься в свою прежнюю жизнь, но совершенно по-новому, потому что ты уже не тот, какой был раньше. Случаев неуспеха не было. Я вижу в каждом человеке художника. Выходишь в совершенно новом виде, ты как бы заново рождаешься. И это не обязательно, что вы будете потом рисовать когда-то в жизни, я не знаю, но люди, те, кто начали рисовать именно так, таким образом, начиная с интуитивного рисования, они потом испытывают непреодолимое желание действовать дальше. То есть это может стать хобби вашей жизни в дальнейшем. Идеально, безупречно подходит для детей, потому что дети часто тоже теряются из-за того, что у них просто нету каких-то технических навыков. Они просты. Я буду рада открыть вам эти возможности. Следите за новостями. Это наша не последняя встреча. Я буду еще много рассказывать, показывать. И вам, я думаю, понравится это так же, как и сегодняшний мой рассказ. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok